Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать в новое видео. Мы только что получили новое обновление по CPI. Инфляция остыла по сравнению с прошлым месяцем. Месяц назад, как ты помнишь, я снимал обзор на CPI в июле. Тогда индекс побил рекорд в 9,1%. Все говорили, что это катастрофа, но я предположил, что это может быть хорошо для следующего месяца. Ведь если в следующем месяце она будет ниже, то рынки будут расти. Что ж, она и ниже, и рынки таки выросли. Как биткоин, так и американские фондовые. Инфляция оказалась ниже на 0,6%, даже ниже прогнозов. Именно поэтому биткоин вырос с 22 до 24 тысяч долларов. Давай обсудим это и некоторые другие очень интересные события. А если тебе нравится мир финансов, криптовалюты и экономики, почему бы не подписаться на канал, не поставить лайк и не написать комментарий в поддержку? Это очень поможет каналу, а мне поможет находить мотивацию для создания новых видео. Итак, биткоин и вся криптовалюта растет. А все потому, что инфляция оказалась намного ниже предыдущего месяца. И более того, ниже прогнозов. Это не означает, что инфляции больше нет, но по крайней мере движение правильное. Она остывает, как видно на этом графике. Давай разберем этот отчет по индексу потребительских цен более детально и подробно. Мы можем увидеть, что в прошлом месяце, в июле, когда вышел отчет за июнь, инфляция была более 9%. На этот раз она 8,5% за июль, что даже ниже, чем в мае, когда инфляция была 8,6%. Так что мы откатились на 2 месяца назад в плане инфляции. При этом Core CPI, который здесь обозначен бордовой линией, тоже падает уже несколько месяцев подряд. Если что, Core CPI – это индекс потребительских цен, который не учитывает цены на еду и топливо. Вообще, Core CPI выглядит так, как будто уже достигал своего пика, и этот пик был в марте. Конечно, инфляция еще может взорваться, но на данный момент она выглядит действительно достигнувшей своего пика. Давай рассмотрим эту таблицу. Здесь мы видим более подробные изменения по всем видам индустрии, товаров и так далее. Самые большие изменения, как ты видишь, показали цены на энергоносители. Топливо, нефть пошли вниз. Цены на них упали на 11%, газ упал на 7,7%, энергетические товары упали на 7,6%, а цены на энергию упали на 4,6%. А на этой диаграмме мы видим, каким был прогноз для инфляции. Большинство аналитиков думали, что инфляция за прошлый месяц составит 8,7%. На втором месте был прогноз 8,8%. Все считали, что она упадет по сравнению с более чем 9% за июнь. Она и упала, но упала даже ниже прогнозов. Вот почему рынки растут, вот почему биткоин растет. Если инфляционное движение вниз продолжится, то следующая встреча ФРС в сентябре, которая будет посвящена повышению ставки, может оказаться более мягкой. На что рынки тоже отреагируют безусловно благосклонно. Все ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре. Из-за замедляющейся инфляции они могут повысить ее не на 50, а на 25 пунктов. Это ниже ожиданий. Тогда рынок точно вырастет. Биткоин может вырасти даже до 30 тысяч долларов в таком случае. Илон Маск вчера сделал кое-что совершенно сенсационное. Он продал почти 8 миллионов акций Теслы на сумму почти 7 миллиардов долларов. И многие люди спрашивают, а почему это вдруг? Может быть все из-за войны с Твиттером? Твиттер подает на него в суд. Он должен был продолжить сделку по покупке Твиттера, но Илон дал заднюю и начал обвинять Твиттер в различных преступлениях. Например, что они используют ботов и так далее. Может быть он продает акции Теслы для того, чтобы были деньги на покупку Твиттера. А может быть потому, что он ожидает рецессию на протяжении следующих 18 месяцев. Генеральный директор Теслы Илон Маск говорит, что мы прошли пик инфляции, но рецессия будет продолжаться еще 18 месяцев. Может быть в этом дело? Может вот почему он продал такое количество акций? Как ты думаешь? Напиши в комментариях. Далее я хочу поговорить про Питера Шифа. Это золотой жук, который известен ненавистью к биткоину и криптовалюте. Он очень их не любит. У него были и остаются большие проблемы с его банком. И вчера я заметил эту новость. Питер Шиф мечтает о том, чтобы продать свой банк, который сейчас по уши в проблемах. Он настолько сильно хочет избавиться от него, что даже готов принимать платежи со стороны потенциальных покупателей в биткоинах. Представляешь, интересно то, что правительство буквально заставляет его продать свой банк. У него спросили, не желаете ли вы продать свой банк за биткоины? На что он ответил, я бы продал его за что угодно, лишь бы регуляторы позволили. Что ж, рад, что Питер Шиф хоть и таким способом, но начинает понимать разницу между правительством, которое заставляет его ликвидировать свой собственный банк и биткоином, который наоборот дает ему свободу. Возможно, Питер теперь будет становиться криптобеком. Учитывая охват его аудитории, это может увеличить спрос на криптовалюту и биткоин. Как раз о спросе на биткоин мы сейчас и поговорим. Неизвестный инвестор только что вложил 3 миллиарда долларов в биткоин. Он купил приблизительно 133 тысячи биткоинов, а средняя цена покупки оказалась 23 тысячи долларов. Вот так выглядит его кошелек, и что интересно, он был создан всего лишь месяц назад. Несмотря на то, что акции Coinbase обвалились недавно, Coinbase все равно остается крупнейшей криптовалютной биржей. Кроме этого, они начинают партнерство с крупнейшей инвестиционной компанией BlackRock. Не похоже, что Coinbase могут обанкротиться, поэтому следующая новость вполне себе позитивная. Спрос на биткоин на бирже Coinbase начинает расти. В прошлый раз такой всплеск произошел в марте 2020, прямо после того, как биткоин достиг своего дна. Не хочу нагнетать излишний позитив, но я уверен, что когда биткоин и крипта снова перейдут в бычий рынок, именно кооперация Coinbase и BlackRock поспособствует очень большому росту спроса на биткоин и криптовалюту. Теперь давай поговорим о некоторых графиках, которые опять подтверждают, что разворот состоялся. Я не буду говорить, так ли это, но об этом говорит, например, этот график. Вот как его комментирует автор этого поста. Каждый раз, когда зеленая средняя скользящая пересекала красную, а биткоин удерживал 200-ю среднюю скользящую на недельном графике в качестве поддержки, цена достигала своего дна, а затем переходила в параболическое движение. Это случилось в 2015, 2019 и 2020. И сейчас, в 2022 году, ситуация очень похожа. Второй график тоже очень интересный. Здесь сравнивается цена биткоина и доминирование крупнейшего стейблкоина тезера на рынке. Между биткоином и тезером наблюдается обратная корреляция. Чем уже расхождение между ними, тем ближе пик цены. И чем шире расхождение между ними, тем ближе дно цены. И сейчас, как мы видим, расхождение очень широкое. Весьма занимательная инфографика от вашегория. На этом все, ребята. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это очень помогает каналу расти, а мне помогает находить мотивацию на создание нового контента. А меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok